Ха-ха, собака, выдернул просто. Ну, окей, ладно, я в надежде на то, что игра будет ещё более жёсткой, чем анкара со всеми остальным командами рулов. Да, давай я, ну, хотел на 10-8 сейчас поставить, но зачем ты мне сказал, что ничья? Я теперь сомневаюсь. Не, давай я 10-8, всё-таки 10-8. Здесь, на самом деле, вот если на линтике, да, всё будет зависеть, смогут ли принимать рулы аркаду мискликов, если она будет, опять же. Да, и как это будет реализовано в игре. Понеслась! Заключительная игра шестого тура, долгожданная вами, в первую очередь, да и нами тоже. Мисклики, анкара против рулов, мисклики начинают за деф. Ну, фух, выдохнули, поехали. Вот он, матч. Жимбека, да. Аккуратненький первый раунд. Двоём будут Б смотреть, Кокси и Инсифер, пока без поджимов. СТВ-сан прочекал на рукаве, посмотрел СВП ворота, не увидел там Марсварс, там пока что и нет. Он в коннекторе стоит с засброшенной бомбой и такая интересная расстановка у атаки. Стоят они в линию по правой стеночке. А левая уже никуда не торопится. Что дефенд, что атака. Сейчас играют очень халдово, потому что первый раунд, наверное, он самый важный будет для морали. Понимать. Ну, и зная мискликов, опять-таки, любители играть первым номером за деф, всё-таки ждали какого-то подвоха, что где-то что-то подожмут. Подождали практически минуту, постояли на респе у себя. Дуэли снайперов у нас не оказалось. И... Поход на... Причём... Походничку, да. Напал Мариавольт. Минус Риавольт. Напал правая лестница на зажиме, только лишь одна голова. Точка свободна. Кокси далеко. СТВ-сан контролит на постановку бомбы Инсифером с решёток. Есть СТВ-сана. Минусы уже получили. Три в три. Двое с решёток, получается, СТВ-сан тоже с решёток. Тройной. Тройной заход с решёток. Интересно, что зиппер отошёл в лонг. Вообще, здесь только один эксивер. Девайс. Ну, любимые лестницы разобрали. Минус вайс, эксивер на зажиме в троих. Минус он и зиппер. Ну, что он тут делает? Важом. Минус два. Всё нормально. Ой-ой-ой-ой. Пытался сменить девайс. Не получилось у него это. Рядом лежал ещё один кофейный калаш. На красной бомбе всё-таки инсифер. Может, он потерялся. Я не понял, что он в пол смотрел. Он не понял, где находится инсифером. Нет, он понял, где находится инсифером. У него был калаш, в котором закончились патроны. И я так понимаю, что он напустил дуло и жал на кнопку Е. По аналогии с другой игрой, чтобы подобрать девайс. Нет, он взял АВП. Он сидел с АВП. Сверху он получил в голову сидя с АВП уже. Ну да, да. Потом, а перед этим он зажал с калаша. У него кончились патроны на последнем. И он... Понятно. Выкинул калаш. Что-то у него не искался. Короче, девайс. Ладно. Подрастерялся. Трик, походу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не повезло Лёше. Надеюсь, очень хорошо сыграл Мурат. 1-0. Скрики появились, но никаких неожиданностей нет. В принципе, то же самое было и в других матчах. Рулов на карте Анкара против ХСП, ОВТ. За деф. По-моему, мы и в том, и в том, да, начинали за деф против ХСП? По-моему, даже в каком-то матче 3-0 Рулов сначала отставали. Или их соперники. Ну, потом всё перевернулось совсем в другой счёт. Так, заход у нас. Тихий заход на троих. Напалм ошибается. Минус Реавольт. Близко один Янси Феррум на правой решётине. Пётр СТВ Саны не заходит и ждёт левую лестницу. Там Вайс должен, по идее, появиться. Это его позиция. Но Вайс отыграет первый этаж дома. В спину даёт инфу об СТВ Сане, Лёше. Начинает с ним работу. Ой-ё-ё-ёй. Ну, это б... Лешка какая-то зашла. Ну, Вайс пока не поднимается. По лестнице контролит. Понимает, что где-то там Янси Феррум вдвоём заходят. По-прежнему Янси Феррум работает на Вайса. Янси Феррум. Минус СТВ Сан. Развалили. Хороший приём отбития точки. Он голову прятал, лол. Он когда наклонил голову вниз, да, когда там он стрелялся, он прятал голову за ящиком, который на пунту. Там из-за расстояния тяжелее попасть становится. А когда человек ещё голову вниз прячет, ты вообще... Ты видишь только какой-то горб непонятный, который там ползает, ланцуется. Принятие аркады от Rooleggins. Как таковой нет, её СТВ Сан стоит в толстой, раскидывает холдовый проход. Два дыма уже лежит на нижней и на мид. Сан в этом дыму, кем не замечен, и отходит поближе к ребрам. Мисклики сделали вывод из прошедших двух раундов и теперь играют на поближе, чуть более агрессивно. Да, но вскрест играет Реавольт. Потому как если играть пассивно, то ты получаешь пятёрку прямо вот под боком, который просто вылетает и пуш-пуш. Кстати, они, возможно, сделали... Ну да, скорее всего, из своих ошибок, но можно было и по предыдущим демкам видеть, как с рулами играли. Там обычно она стояла под крышей снайпер, ну на крыше, под крышей, там под козырьком, а и возле короткой человек стоял. Эту позицию всегда рулы и тут чекали. Что работало у ОВТ против рулов на точке А, это скрест в доме. Один под лестницей, один в окне. Далее вот это работало тоже. Лимовая! Тут не будет пока что А. Б отдано вдалёку, СТВ-сан на респе. Первый, кто будет чекать подъём, вообще отдали в чистую точку Б. Пошёл чекать спину. Атака вместе с бомбой оттягивается. Проходит Воллер в респу мимо коннектора и оставляет одного арсу в баре. 50 секунд побаиваются. Заходить без инфы на точку Б, потому что пара не могли они собрать ничего. Выходят на лонг. Реовольц напалмом тоже не чекают. Просто стоят на заход. Скорее всего, так и не поймут, сколько народу на лонге. И вот сейчас будет очень много от них зависеть. Арса проходит в мид у нас незамеченный. Там кокси в респе. Они будут ждать пока они еще там хей. Арса делает минус и разменивает его сразу. И теперь должен пойти заход на точку А. Пошел. А падает без размена. Очень быстро, очень больно, к сожалению. Так, но опять-таки вдвоем с решеток, в четверых, патовая ситуация, честно говоря. Но стрельба поможет, если все срастется. Ой-ой-ой, как здесь в линию сели. Кокси. Нет. Один. В пользу рулов. Сразу видно, что у рулов все разобрано. Как, куда, кто идет. На точке А у мислитов не очень хорошо получается принимать. Дымовая, осколочная. Да и ремень, я против. Осколочная. И вообще в линии. Катало. 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 Ну, все то же самое в дебюте раунда. Вот это вот построение в линию втроем на миду. Двое коннектор. Ждут поджимов. Знают. Опять-таки, прекрасно. Ну, почему-то сегодня, кстати, мисквики не играют первым номером за атаку. Обычно реавольт в одно лицо, Аркадет, Лонг. Есть поджим бара всегда, но... Потому что соперник не позволяет ошибок. Он не прощает ошибок. Поэтому они и не Аркадет. Ну, с другой стороны, не знаю, тут скорее всего мораль. Хотя ОВТ проходили эти фишки. Свободно. Совсем другой настрой, совсем другая игра. Это тактики, заходы, позиции совершенно другие. Занимается Бар. Вместе с бомбой в четвером. Минтифер у нас в нижней, я так понимаю. Кокси с ним. Да, вдвоем они встречают нижнюю. Абсолютно никакой по центру нет. Ничего по точке Б. Никто ни атака, ни деф не могут сказать. Стоят рядом, но... Ни те, ни те не понимают. Потому что вся карта ходится на холдах. И опять все то же самое. Опять оставляют одного Арсу в баре. Постояли. Поджима никакого не было. На мосту никого не увидели. СТВ-сан не чекал. Выходит на мид. Вот здесь уже выходит СТВ-сан. Точнее Кокси и Инсифером. И тот и тот ложится. Опять то, с чего начиналось в предыдущий раунд. СТВ-сан промахивается по Арсе. Есть инфа о том. В баре есть инфа, что он на лего. Обоюдная инфа. Арса его забирает. Посталось холпа, который идет с нижнего. Ее принимает Эксивер. Не принимает Вайсер. Делает размен. 1-2. И 3-1. Ну вот зеркальный, да? Предыдущий раунд. Только единственное не на точку А, а на точку Б. Опять таки минус 2 ложатся в одной позиции. Тогда Реавольта напал. Здесь Инсифером и Кокси нижняя. Словили жесткий дистайм. Просто вышли стреляться на четверых. Получилось так, что на миду. Они стояли в линии. Бринли Фаера нет, поэтому зажали сквозь тушки демейтов. И положили Дипермоскокси. От этого раунд отдался. Уже втроем не затащили его. И вот интересности начинаются. Напалм, Реавольт. Наконец-таки то, чего я ждал. Поджимают нас лонг. Будет ли от них минус? Пока его нет. Вот, пошел Реавольт. По головам прошелся. Минус 2 сделал. Ну и его разменяли вместе с Напалмом. 3 в 3. Потому что ошиблись ребята. На самом деле они не думали, что он может уже залезть. И даже не чекали стол. Не видели просто-напросто, что он туда прошел. Вайс. Сентиферум. Есть рифа о том, что поджим спины. Пыл. Пыл. Сейчас команда принимает решение, куда она будет идти. Они знают, что одно АВП на А, и был поджим в спину. Торопится Кокси как может, но он 100% опоздает. Заберут эти СТВ Сана здесь. Вопрос в том, сколько киллов он сделает. Минус раз. Сипера на левый. Минус 2. Отличный. Разворачивается на дигле. И оставляет Вайса наполовиненного против Кокси, по которому как раз-таки нет инфы. Вайс чекает себе спину. Понимает, что где-то там может быть, но Кокси пока выигрывает в этой ситуации. Если бы он был посмелее, прошел бы в левую лестницу, он сывался бы там. Подтопнул, что ли, или мне не удалось. Нет, но Вайс не слышал. Точно не оборачивается он наверх. 55 секунд у него. По-прежнему продолжает чекать себе жилой район. Лон, короткую. Хотите, отрывайте. И Кокс думает, что Вайс ушел с плента, возвращается в респу. Вайс прошел в толстую. Лол. Если они встретятся на мину, это будет лол. Ползет Вайс. Ну, 100% чекнет сейчас левое окно. И Кокси держит. На пиксель отворачивается в этот момент, когда Вайс проходит. Видел его, видели друг друга. Все. И Кокси. Лол. Голова. 3-2. Здесь просто Вайс перемудрил. Сильно перемудрил. Антитеррор. От Миши здесь ничего не зависит. Все зависит от твича. С качеством. Все просто к твичу. Забей, я уже даже не читаю такие сообщения. Минус СТВ САН. Зипер сделал работу. Минус Реавольт. От него же. Напалм остался один на точке А. Посмотрим. Ну, точнее, не все. Но многое от него зависит. Инсиферум на подмоге уже. Опять они стоят позиции, которые рули скрывали. Напалм первый минус короткий. На Инсиферума выходит спиной. Он зажимает. И только одного. Кокси последний. Против двоих. Но очень важно было, чтобы Инсиферум сейчас двоих снимал. Рулы красавцы. В этом плане. Пустили Арсу в короткий. Он там минус дал. Ну и тут разменялись. Понимали, что нужно идти на размин. Такого варианта не было. И Кокси. Кокси, Кокси, Кокси. Куда-то он совсем далеко пошел. Не понимает, что за плентиль или что. И с решеток хочет зайти, не палясь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Понял, что это не точка Б. Дайте ему, да. Навигатор. Так, ну зиппер что, будет решетку смотреть ближе? Нет. Сменил девайс на калаш. Закрытый. Вайс первый уходит на прострел. Сливает инфу. Кокси один на один зиппером. Неродной у него девайс. И не чекает. Не чекает зиппер, красавчик. Не стал палиться. Просто-напросто отстоялся. Занимает левую лестницу. Кокси чекает все. Думает, что на планете никого. Бомб открывается. 4-2. Руль Генс впереди. Ну, нормально. Игра интереснее, чем... Мне, как говорил Хилка, игра нравится. Так, опять опен и зиппер. Игра нравится. И все. И по ходу дуэль-то у нас уже выигрывает. Первый стейлосан, а по крайней мере дуэль снайперов. В данном матче, определенно, пока что да. Ну, не знаю. Ошибочно как-то или спорно позиция этого сана такая. Ходить вот в эту арку на А и чекать лонг. Пропускают. На лонг, на холдах абсолютно все. Пошли рулы под точку А. Страдает пока что точка А у инсифермы компании. И инсифермы напал он, кстати, вдалеку. Очень напал на решетках левую лестницу. Ближе всех тут к реавольт. Реавольт, кстати, минус первый дает на заход по правой лестнице. Напалм пока что никого не видел. Иксир выходит. Тайминг отличный ловит. Минус реавольт. Закрыли близкую решетку. Еще одного инсифермы. Ну тут уже вряд ли что-то светит. Хотя с хе первый пошел минус, и он остается в двоих. Ну тут вопросики появляются. Кто хп? Прекрасно знает, что будет один левая лестница, другой правая лестница. А вот третьего не знал. Вася сидел под коробочкой. Аккуратненько. 5-2. 7 раундов сыграно. 8-й в розыгрыше. И останется у нас 8-9-10. Да? 8-9. 2 раунда. 7. 7 отыграно. 2 в остатке. Ну все-таки не оставляют надежды. Реавольт. И теперь еще и кокси с собой взяли. Собирают инфурулу. Как почувствовали, СТВ-сан и инсифером на миду. Минус инсифером. Не ожидал, что будет такой быстрый заход на мид. СТВ-сан зажат в респе 1. В это время напал Реавольт. А, это кокси и Реавольт. Обошли в спину. Заходит в нижнюю и будет отбить и респ 2 нижняя. Ну каким образом рулы почувствовали эту ситуацию? Что их втроем будут нажимать в бомб. Хотя никто даже не вышел на ничек. А, нет, они делали по-другому. Они ожидали, что шел расчет то, что наа будет, как видим, 3 человека. А не то, что их будут сжать в спину. Так, Реавольт. На лол хп. Ниндзя дефуз. Получится или нет? Реавольт. А, не стал. Дефуживает, но все равно раунд-то возьмет. Красивый хэдшот. Красивый хэдшот, да. Если бы он вообще не зажал, то он бы убил его. Просто лол. Это прям как иксивер. Мои лучшие времена на отборах ВЦГ-2013. Одним хп. Голову, сдегла. 5-3. Ну, последний раунд розыгрыш. Смотрим за рулами. Что они будут делать? Реавольт опять-таки вблизку. Не оставляет он надежды. Напалм собирается в короткую. Кокси подходит. Опять-таки тройной лонг. Зиппер пошел чекать. Видит первого, не попадает. Не знает, что Реавольт опять-таки... Нет, Реавольт не подсадился в стеночку. Они не стали поджимать, они наоборот отходят. Не показали аркаду, фейк аркаду, но рулы не поверили и пошли проверять. Кокси оставили под ступеньками. Он еще не зачеканный, дропает бомбу и сразу же разменивает его здесь. Реавольт пытается дать минус по их чиверу, они получаются, отходят дальше на мид. Энсифером в одно лицо у нас пока что. А встречает тиммейты. Вот СТВ Сан подходит к Энсиферому, Реавольт в третьем. Надо здесь близко встречать. Хорошо, Энсифером второго. И Реавольт последний. Против двоих, Зиппера дожимает. С деглом остается на третьего, но Арсен. Арсений забирает этот раунд уверенно. Эту дуэль выигрывает, да. 1-1 поклачиваем у этих товарищей. Первая половина сыграна в пользу рулов с хорошим счетом. Победил Блэклист. Световая. Что, какие ощущения? Ну, были проблемки естественные. Заходом на Б на Б раунд не получился. Первый раунд отдался тоже. 1-1. То есть, в принципе, игра тащится именно на клатчах. То есть, все решается в раунде. Там, 2-2, 3-3, 1-2. Именно вот эти моменты, они и подхравмывают иногда. Настало время повеселиться. Поехали второй половинку смотреть. Рулы, деф, мисклики, атаковать теперь будут. Двойне им сложнее. Понятно, что думали совершенно. Хотя, что они думали? Против рулов играют. Что они думали, что будет? В дефе тоже легко. Нет, не было абсолютно никакого. Немножечко не в своей тарелке, мне кажется, мисклики. Вот рулы наоборот. В отличие от тех двух анкар, которые не играли в СВТ в ХСП, подсобрались. И совершенно другая у них тут игра. Волер минус реавольт. Без размена. Е4 дает размены, но теряет на этом 50 хп. С1, Базя, что ты говоришь? Такие сообщения же, девчать. Так, ну и у нас 4-4. Что рулов в простановке? Практически. Все стандартно. Иксивер, Вайса, Арсо, Мид, Зиппер бегает по карте. Волер в баре. Как бы не совсем стандартно. Стандартно, если учесть, что Арсо уже... Так, втроем они в толстую. Пошла инфа по Миду. Зиппер здесь наколотил минус 2. И погоня просто в спину за... С кликами, Стресса, наворачивается. Возу первые не заходят. В это время уже ребята забегают на бест-планта. Точнее, Эксивер, спина, Вайс на планте. Вайс не палится из-за вагончиков. И Арсо стоит на ребра. Ну, по инфе Вайса сейчас будет Арсо выходить. Тоже причек. Причек. Сан аккуратненько. С бомбой причем на рукаве. Напалм. В открытую напалма никто не смотрит. Может он дойти до самой точки Б. Но вот на Б надо будет разобраться с позициями. Они сразу, чтобы очевидны. Но, в принципе, можно понять, где кто. Так как зиппера нет, можно свободненько проходить. Не смотреть на респу. И аккуратненько на холдах под Вайса. Напалм. Голова. Арсо. Смотрим за ним. Он первый на ребрах. Отходит. Не стал сразу делать ретейк в одно лицо. Потому что Эксивер пока что опаздывает. И с двух сторон. Сторон смотрим за Эксивером. Польем к нему выходят. Голова. Смотрим за Арсой. Прекрасно он видел. И голова от Арса. Раунд за рулами. 7-3. Здесь Харек ищет все команды в чате. Казалось бы. Ну, кстати, Харяка я уже банил. Уже мат в чате. Не знаю, почему мы его банили. Без понятий. Нравится, товарищ модератор, в этом плане. Нет. Здесь нужно все строго. Мат. Бан. Поджим точки Б. От команды Рулеггенс. Этот раунд они уже показывали. Против ОВТ, по-моему. В этом не изменяет память. Так, ну и через толстую вся оставшаяся атака потянулась на точку А, где один зиппер у нас. Пока что Арку не встречает первым фазумом. Понимаешь, что надо хотя бы один килл дать быстренько. Дает его. И все прекрасно в дефе. Сейчас будет отыгрывать, как все. Есть инфа о том, что он сверху на А. Кстати, последний одного золотого стоит на зажим с Вайсом. И крутится в две стороны. С одним хп. Ну и не срослось. Два. Да, восемь. Три. Ну пока как бы непонятно за счет чего мисклики. Походу ни твоя, ни моя не сыграет. Так, соответственно, в Сану зипперу. Может перенастроились что ли? Не знаю. Сумами закинута арка на точку А, Сану не дают здесь никого вычислять абсолютно. Тем временем Реовольт минус 2. Ой. А, ну поджим, понятно. Да ясно, все понятно. Точка Б отдана. Реовольт прекрасно это понимает. Минус Реовольт из нижней. Разменяли. Сразу Иксивер остается последний. Ну и что, будет хайвай. Первая голова пошла. А, бомба, я так понимаю, должна занестись на точку А. Да, так происходит. Свободная постановка в пустом пленте, в близкую решетке. Одного человека ставят две лестницы и дело в шляпе будет для мискликов, если вдруг Иксивер не сделает чудо. Чудо возможно. Это Иксивер. Чекает себе все отходные пути. Чекнет ли он здесь. Чекнет, но не получается. Нет, но он не дошел даже до этой сигаре, чтобы чекнуть двоих справа. Засада была серьезная. Просто СТВ-сан сворвал, ну ребят, фраг. Один-два во второй половине и... Восемь-восемь-четыре. Восемь-четыре, да. Восемь-четыре, счет. Есть инфа о том, что нету поджима А, соответственно. Рулейгинс понимает, что либо это Б, либо засада. И это... Вайс сидит, помогает зиперу на миде. Собирает сразу инфу, вот Войлер и Вайс. Просто, наоборот, один в толстой стоит на близкую. Слушает, будут ли... Прочекана яма. Есть инфа о том, что ей сферам на миде. Войлер свистнулся, но не стал до последнего стреляться. Треа Вольтом. Продолжают стоять. А Вайс-то чекнул на смит? Вайс не чекнул, Вайс не чекнул. Вайс пропустил, но на халде зашли в нижнюю. В нижнюю чекает Леша три. Уже с точки Б. Ну и Вайс будет закрывающим спину, если Леша сейчас увидит первого. Увидел первого, есть от него килл. Хорошо, разменялся. Есть. Потому что это Б. Арсус вышит шум под Б. Он понимает, что... Кстати, Боля, хорошо. До последнего достоял все-таки на своей позиции. Минус из труса. Кокси. Разменивается в баре. И с инфе ферма они остаются вдвоем. На Б уже больше вариантов у них особых нет. Спину смотрит Кокси, инфе ферма. Минус бомба. Бомба лежит, бомба не поставлена. Один в три. Продолжение последнего. Так и происходит. Девять. Четыре. Да, четыре. Все, матч-поинт для рулов. Пытаются что-то сделать в атаке маст-клике? Ну, сколько они? Один раунд пока набрали только. Более рарх, чем поджим нижний. Причем поджим с большим плюсом в пользу дефенса. По всем фронтам Реавольд все-таки перекрывает поджимы с короткой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вайф неожиданно для себя обнаружил человека в спине. Ай, два в два. Два в два. Минус зипер, волер, лол хэповый. Остается 17 хп. На дигле бежит, торопится на точку. А, есть у него инфа. Проверил, есть ли у него гранаты. Есть. И... Ловит флешку. СТВ-сан близко и выходит с деглом чекать минус он. Ну и сдал просто Реавольд. Я не знаю. Ну вот как так можно? Ложится хэшка. Тоже есть по хп-инфа у Реавольда. Откинул он хэ, но... Войлера там не было, куда легла Хаэри, а Войльд далекую. И все-таки этот раунд на опыте. Максим ошибается и... Варь его ловит на это. 9-5. Так, ну один матчпоинт отыграли. Казалось бы, да, как для атаки все начиналось. Не очень-то и хорошо, но все-таки смогли перевернуть раунд в свою пользу. Кажется, перехватывает миддл. Если успеет, кажется, перехватить. Перехватывает. Слышит он... Не слышит. Ё. Не понимает, да. Не поздавил в пикселе калаш. Довольно интересная задумка от ребят. Проползают все под окном, да, насколько я понимаю. Да-да. Опа-па-па, аккуратненько вот этим. Гуси-лебеди. Что, чекнут Арсу? Он потопал. Слышали Арсу? Арса почуял. Смотри, оттягивается на точку А. Боже, в близкую тут не заберут. Еще один гусь проползает. Это Истов-сан, он последний. И аккуратненько холдами проходит на пустую точку Б. Воллер в поджиме. Воллер не может никакую инфу не дать, да? Видишь, как разошлись в инфе. Воллер говорит, у меня чисто. Арсу говорит, у меня чисто. И деф не понимает вообще, что сейчас происходит. Атака собирается вся в чистую на точку Б. Напал Минсифером, пошли смотреть спину. Здесь прекрасно понимаешь, что должен быть Воллер. Его забирают, да. Без шанса. Раунд, возможно, возьмут. Красивый раунд от Мисклик. Хороший план Капкан от команды Мисклик. Блестяще исполненный. Довольно интересный. Ну вот эти вот ползущие организмы так нам порадовали. Так, ну Арс и Зиппер. Остались вдвоем в пятерых. Как-то, конечно, поборются. Зиппер ловит первого. Знает, что есть в спауне у него. Но сражаться особо не удалось. Арса последний на подъеме. Пан или пропал. Первая голова летит под него. Хаешка снимает ему половину. ХП вторая, третья голова. Один в один уже с Кокси на дуэль. Бомба красная, но бомба... Успеет, успеет он. Ах, нет, все-таки не Арса. Ну, было бы красиво такое завершение от Арса этого раунда. Но тем не менее, минус три красивый дал в блайнде. О, 9-6. 9-6. Все ближе и ближе к твоей. Один раунд, да? И еще один матч-поинт от Иоанна. Здесь, конечно, жесточайший мистайминг от Арсения. Просто мне повезло. Что вроде позицию смотрел, но не учел, что... Куча карликов будет полки под окнами. Ну, нечасто такое, видишь? Я вообще, честно говоря, первый. Ну, один проползет. Под первым окном залезет. Кто-то вчера на гору играл там. Он даже... Он даже мисквикет-то и был. Он как раз-таки проползал и залезал потом на балкон. Хотя могу ошибаться, не помню. Что-то смешалось в кучу. Так, ну и примерно такая же, кстати, сейчас атака, как у рулов. По крайней мере, расстановка абсолютно одинаковая. Опять халды по центру. Опять-таки никем не зачеканы. У зипера есть четкое распоряжение не смотреть в открытый мид. Смотрит он его в такой вот позиции. С точки B под лестницу. Видит первую проползающую голову. Второго заметил. Третьего заметил. Ой, лол, я сейчас в ряд. Нет, не в ряд. Не построились, не успели. Походу, его тоже заметили. В глубокую B обороны уходят. Вайс в это время уже пришел на помощь. Начинает косить. Минус двух. Минус третий не дался. Рассан на развороте. Вешает первому. Сразу выгибает. И реавольт 1-2. Зажатый. Скором сказали мы. Ну и все. Вот и все. 10-6, да? 10-6, да? Да, я был ближе, чем ты. Вау. Ой, все. Начинается. 10-7. Я сказал. Ну, все, 10-6. Ну и все на этом. Сегодняшний тур сыгран. Рулы все-таки закрепляются. Ну как закрепляются? Остаются на своем первом месте. И завтра нас ждет заключительный тур. Вау, может, ты что-то хочешь сказать по этой игре? Интересно. Да, в принципе, все было нормально. Все хорошо. Всем спасибо. Все было вполне ожидаемо. Если особо искать нечего. Рулы как бы отыграли очень уверенно, очень хорошо. Да, у них начались проблемы в дефенсе небольшие. Там, когда небольшое непонимание приводило к тому, что люди проползали как-то незаметно на мидл и заходили. Там аркады, когда...